В шести регионах России за сутки зафиксировали 61 случай заражения SARS-CoV-2. Количество заболевших коронавирусом в стране увеличилось до 367 человек. В течение трех суток медики фиксировали примерно одинаковое количество новых зараженных. 19 марта их было в России 52 человека. На следующий день — 54 пациента. А вчера врачи доложили о 53 больных. Сегодня стало известно, что эпидемия COVID-19 усилилась. Число случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки выросло с 306 до 367. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Наибольшее количество новых пациентов с опасным вирусом зафиксировали в Москве — 54 человека. В Удмуртии заболели двое. В четырех регионах выявили по одному зараженному — это Новгородская, Кировская, Архангельская и Брянская области. Заболевшие в последние две недели посещали страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. За последние сутки никто из госпитализированных ранее выписан не был. В итоге выздоровевших осталось столько же, сколько было вчера — 16 человек. В странах Европы ситуация с COVID-19 усложняется. В Испании за сутки скончались 400 человек. Общее количество жертв коронавируса в этой стране на сегодняшний день составляет 1720 человек. Число зафиксированных подтвержденных случаев заражения — 28,572. Мы продолжаем применять стратегию, выработанную Всемирной организацией здравоохранения для борьбы с вирусом. Она состоит в том, чтобы попытаться сдержать его и затормозить его распространение для достижения одной очень простой, но при этом сложной цели — выиграть время. Худшее еще впереди. Грядут очень тяжелые дни. Нам еще предстоит пережить удар самой жесткой, самой пагубной волны, из-за которой все наши материальные и моральные возможности, а также энергии и мужество нашего общества окажутся на пределе, сообщил в обращении к нации премьер-министр Испании Педро Санчес. Число заразившихся COVID-19 по всей Италии достигло 53,500. Жертвами пандемии стали 4800 человек. Среди заболевших оказались самый дорогой футболист чемпионата Италии и его возлюбленная, известная аргентинская модель и певица. Министерство обороны России по поручению Владимира Путина создает авиагруппировку. Начиная с сегодняшнего дня в Италию началась переброска бригад вирусологов и медицинского оборудования. С завтрашнего дня Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами за исключением рейсов в некоторые столицы. Ученые рассказали о среднем инкубационном периоде коронавируса.